Всем добрый день, я Елена Заплохова, педагог-психолог, мама четырёх сыновей. Наши двое сыновей ходили в детский сад, а двое сейчас не посещают. И я очень много работала с мамой, работаю по сей день, консультирую. И знаете, очень часто родители задают такой вопрос, нужно ли отдавать ребёнка в сад. Я знаю, что не каждая мама и папа могут позволить себе, скажем так, оставлять ребёнка дома. Иногда родители вынуждены работать и, может быть, не всегда с желанием, но отдают ребёнка в садик. Но есть родители, которые понимают, что в принципе я могу дома остаться с ребёнком. Но встает вопрос, а как сделать правильно, как сделать лучше для ребёнка? И вот здесь надо понимать, во-первых, что же происходит в детском саду, для чего изначально были созданы детские учреждения, детские сады. Прежде всего, одна из целей, главная, для чего создали детский сад, для того, чтобы ребёнок мог находиться под присмотром взрослых, воспитателей, в то время, когда родители работают, где-то трудятся. Для того, чтобы родители высвободили время для того, чтобы где-то зарабатывать деньги. И вот вторая причина, тоже она часто звучит и часто её называют, это социализация, ради которой чаще всего, конечно же, родители вводят ребёнка в детский сад. То есть возникает сомнение, что вдруг, если мы не пойдём в садик, будет ли мой ребёнок развиваться, социализироваться дома, в семье? И вот на этот вопрос я хотела бы ответить. И, конечно же, каждый из вас примет мудрое, верное решение, уникальное для вашей семьи. И я думаю, что вы поймёте, нужно ли вам идти в детское учреждение или остаться дома. И вот если мы затронем тему социализации, то здесь важно понимать, что ребёнок в саду, безусловно, он социализируется, конечно. Он взаимодействует с детским коллективом, он взаимодействует с ровесниками, он учится там себя позиционировать, он учится контактировать, дружить, разрешать конфликты, он учится обращаться ко взрослым и так далее, и так далее. И мы говорили в предыдущем видео о том, что иногда для ребёнка бывают такие, случаются стрессовые ситуации, в которых мы, родители, можем на самом деле способны помогать преодолевать эти ситуации. Это тоже один из моментов социализации. А если ребёнок всё-таки не идёт в детское учреждение, вы понимаете, что мы хотели бы с ним остаться дома. Будет ли он там социализироваться? Ответ однозначно да. Почему? Потому что когда ребёнок находится даже в небольшом коллективе, а семья — это уже небольшой коллектив, это мама, папа, возьмём ближайших родственников, бабушка, дедушка, соседи, которых он видит, может быть, у него есть братик или сестрёнка, может быть, вообще многодетная семья, те дети, которых он видит на площадке, те дети, которых он видит в общественном транспорте, вот любое место, где он взаимодействует, помимо детского сада в обществе, там тоже он социализируется. И на самом деле ребёнок не нуждается в таком большом коллективе, который есть в детской группе, в саду. Ребёнку достаточно общения в течение дня с несколькими, может быть, ребятишками, с братиком, с сестрёнкой, достаточно общения с бабушкой, дедушкой. И в этом процессе ребёнок развивается, безусловно. То есть он также учится отстаивать свои границы, он учится определять своё «я», он начинает разбираться в том, кто он такой, как он хочет дружить, как он с кем не хочет дружить, как нужно общаться с бабушкой, с мамой, папой и так далее. Это всё, естественно, направлено на развитие его как личности. Поэтому ещё раз скажу, что ребёнок, он социализируется как в детском саду, так и дома, в семье, если он даже не посещает это учреждение. Если мы говорим о развитии, которое происходит тоже, конечно же, в детских садах, оно также может происходить дома. Даже если вы не делаете каждый день с ребёнком аппликации, не лепите пластилин, не рисуете, не устраиваете какие-то с ним выставки и прочее, на самом деле он развивается, познавая просто тот мир, в котором вы живёте. То есть ребёнок способен творить, в него это заложено самим Творцом, то есть дети, они дарованы Богом, это мы все знаем. И Бог заложил эти способности в каждого ребёнка, чтобы ребёнок сам познавал вокруг себя мир. Один ребёнок в ванной переливает полдня воду из разных стаканчиков, другой берёт швабру, начинает дома заметать полы, третий смотрит, как вы общаетесь, общаетесь, укутываете младшего братика или сестрёнка, он смотрит и пытается вам помочь. Вот во всех этих ситуациях ребёнок развивается. Он смотрит, как вы стряпаете блины, он смотрит, как вы моете полы, он смотрит, как вы делаете работу, к примеру, дома, да, выполняете. Он садится и копирует вас. В такие моменты он тоже развивается. Поэтому очень важно понимать, осознавать, что даже находясь со мной, ребёнок не деградирует. Находясь дома, когда он не посещает учреждение, он не деградирует никогда, он развивается, он всегда движется вперёд. И ещё такой момент, который я хотела бы тоже сказать, что для ребёнка, который, скажем так, живёт в естественных условиях, в таких благоприятных, я бы сказала, где есть хорошее отношение между мамой и папой, когда дома атмосфера хорошая, когда спокойно, мирно, весело, тогда ребёнок, конечно, более расположен к развитию. Если дома постоянно накалённая ситуация, постоянно стресс, постоянно конфликты, постоянно ребёнок слышит в свою сторону упрёки, может быть, его родители наказывают и так далее, то вот в таких ситуациях как раз-таки развитие, оно притормаживается. Я хотела бы рассказать вам такой наглядный пример, и я думаю, из этого примера вы очень много для себя поймёте. Давайте представим, что мама гуляет с ребёнком по зоопарку. Ребёнку 3-4 года, они вместе рассматривают животных, ребёнок познаёт мир в это время, конечно же, безусловно. Он задаёт вопросы, он рад, он видит, удивляется, с мамой обсуждает что-то и так далее. И вот они гуляют, и, конечно же, мама довольна тем, что это событие развивает моего ребёнка. Однозначно, так оно и есть. Но давайте представим на минутку, если ребёнок вдруг потерялся. Вдруг потерялся в толпе. Он куда-то бежал, или, например, вы отстали. И вот ребёнок остался один. Мы все понимаем, что для ребёнка это стресс. То есть в этот момент, когда он не видит рядом важного человека в своей жизни, самого близкого родного маму, он не будет рассматривать в это время животных, он не будет познавать мир, он не будет социализироваться, он мобилизует все силы, начнёт кричать для того, чтобы вернуть к себе того, кто занимает первое место в его жизни. Вот этот пример наглядно показывает нам, что на самом деле привязанность и забота о ребёнке первичнее развития. Поэтому где бы вы ни находились с вашим ребёнком, дома или он находится в детском саду, если он вдруг переживает какое-то напряжение, стресс и так далее, если он усомнился в том, что он хороший, что он любим, что он принят, то поверьте, развитие уйдёт не только на второй, оно уйдёт на десятый план. Развитие просто остановится на время. Поэтому где бы вы ни находились, главное, пускай эта потребность ребёнка будет восполнена в первую очередь, он будет знать, что он принят, что он неотвержен, что он любим, что он хороший, сам по себе, такой, какой он есть. И только после того, когда эта потребность будет удовлетворена, где бы он ни находился, в саду или дома, после этого он будет развиваться и социализироваться, так как в нём заложена эта потребность, и это будет происходить всё естественно и лаконично. Поэтому я всем нам желаю мудрости, желаю, чтобы мы обращали внимание на наших детей, не только на то, что он должен, и только на то, чтобы он соответствовал каким-то нормам, стандартам, которые есть в нашем обществе. Их, конечно же, никто не отменял. Но прежде всего, чтобы вы не забывали, что ребёнок — это Личность, которая нуждается прежде всего в любви и заботе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, мы ждём ваших вопросов, комментариев. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok